Ремонт? Ремонт затеяли? О, это чё такое? Всем привет, дорогие друзья! В этом канале Лорд и Железное Сердце. Мы сегодня продолжаем с вами путешествие в космос. В прошлой серии мы с вами летали на луну. Сейчас мы полетим с вами на Марс. Там нас ждут инопланетные какие-то пришельцы. Они нам оставили сигнал, они хотели что-то сделать у нас с лугой. В общем, наша эпическая серия продолжается. Если вы не видели предыдущую серию, пожалуйста, перейдите по ссылочке в подсказочках. В правом верхнем углу проголосуйте за эту серию. Напишите что-нибудь в комментариях, потому что я очень старался, снимал эту серию. Также, в общем, как всегда, видео у меня довольно-таки часто на канале. Но в последнее время, но выходит реже только из-за того, что вы перестали как-то смотреть. Ютуб что-то натворил с количеством подписчиков, подписал очень много людей от меня. У них пропали колокольчики, то есть мы даже не знаем, что у меня будет новая серия. Как-то все это и затянет. Я не знаю, для чего такие политику проводит Ютуб. Может, потому что слово туп у него в конце. В общем, не важно. В общем, давайте, я надеюсь на вашу поддержку. Мы с вами прямиком летим на Марс. На Луне мы уже с вами побывали. Вот я показываю, как выглядит наша солнечная система. Сейчас мы возле Земли пролетаем. Там какой-то спутничек есть. Если к нему приблизиться, нас телепортнет сразу на Землю. Вон она, Луна мы там были в прошлой серии, напоминаю. И сейчас прямиком летим на Марс. Путешествие будет не близкое, не быстрое. Так что потерпите, пожалуйста. Ну вот, дорогие друзья, и нарисовался Красный Марс. Красная планета Солнечной системы. Вроде как четвертая по счету от Солнца. Солнышко отсюда, по-моему, такого же размера, как и от Земли. В принципе, не такое же сильное удаление от Солнца. Первая Меркурия, потом Венера, Земля и Марс четвертая. Еще называется... Названа эта планета вообще какого-то бога войны Марса, который был очень воинственный. Тут нас будут преследовать какие-то новые инопланетяне, которых мы еще с вами на Луне не видели. На Земле они тоже еще не попадались. Какие-то попадались, какие-то нет. Но будут новые, короче, формы жизни на этой планете. Сейчас мы будем примарсяться. Как примарсянинимся, или как... Опа! Смотрите, на нас кто-то бежит. Явно они не с дружелюбными целями на нас летят. Ух ты, е-мое! Так это, оказывается, они инопланетяне переодетые. Видите, замаскировались под наших ученых. То есть они могут теперь на нашей планете Земля спокойно какие-то делать... Кувырок. Кувырок в голову стреляет. Смотри, они превращаются... В инопланетных тварей большеголовых. Как это им удается так резко менять форму? Это уже, впрочем, не важно. Главное, что мы их рассекретили. И вот еще одна штуковина. Что у нас потяжелее есть? Что-нибудь ракетой. Чтобы он приблизился. Так. Отлично. Ракетка! Походу, она не догонит. Она чуть на опережение. Блин, да я вообще пропалился. Черт. К мини-ганам. Далеко летает, тварь. Инопланетная. Интересно, кто это у нас в костюмчике такого супергероя? Надо с какой-нибудь ружьишкой инопланетной... Я что, не подобрал, что ли, ничего? Блин, а ничего... С реалганами никто не бегал. Вот это да. Потоптались. Смотрите, как он далеко упал. О! Вот такого мы еще не встречали с вами. Я же говорил. Смотрите. Такого гаденыша мы еще не видели. Этих кузанов я видел уже. На луне они встречались нам. А вот этих я что-то не разглядел. Смотрите, смотрите. Давайте их рассмотрим поближе. Где там наш тазик? Там... Луноход нам нужен, походу. Где-то там сел, как будто. Там транспорт нужен. Хьюстон! Я вызываю транспорт свой! Хьюстон! Хьюстон подогнал нам тазик. И, конечно же, балун бой! Куда ж мы без него-то? Погнали. Давим этих чертей. Остатки, точнее, ихние. Так и погнали. Нам нужно в сторону этого летательного аппарата. Неизвестного. Неизведанного. Планета Земля. Какой-то он черный, чернявенький кораблик такой. Отдаляемся мы немножко от своего шаттла. Но я надеюсь, мы туда в любой момент сможем вернуться. Ученые отобрали у нас, пока мы летели до Марса. Пушку, которую мы нашли, у Марсиан отобрали. Видите, куда он отобрал? Ну, явно зассал, короче. Что я могу сказать? Надеюсь, они же знали, что приедет балун бой. Он с такой большой башкой. Видите, у него вентилятор. Он как Карлсон, только балун бой. Вентилятор на такой мысли. Пока что горизонт пуст. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении. У страха глаза велики даже у Марсиан. Они решили от нас просто избавиться, улетев подальше. Наше преследование не закончится, пока их мы не найдем. Так что у них шансов мало. Безнаказанно покинуть эту территорию. О, там уже на горизонте за холмиком что-то появилось. Сейчас мы это дело настигнем, я уверен. Сейчас, еще один прыжок на холмике. И вон он, летательный аппарат. Я его уже даже вижу. А, вы думаете, избавитесь от нас так запросто? А вот и нет. Солнце еще высоко, и мы успеем немножко пошалить. Давайте попробуем тарануть сразу. На таран возьмем. Они высаживаются или что это у них? Как будто они хотят высадиться. Да? Ох ты, как мы про них подъехали. Полумбой, ты что им показываешь? Я не вижу, где их кабина. Какой-то летательный аппарат может быть. Он беспилотный. Отлично. Надо вернуться на базу теперь. Давайте поближе рассмотрим, подойдем. Ох, как это блюдечко подлетает. Вот так, блюдечко. Хочу его перевернуть. Долго заряжаешь, а? Вот в пузо, в пузо, в пузо. Долго заряжает. Вот видите, подбрасывает. Сейчас бы, вот в этот момент бы туда... О, это что такое? Это лист. Это стелс-технология не владеет. Давайте убираемся отсюда тогда. Ну его нафиг. Полумбой, ты что мне не помогаешь? Наш космонавт хоть и самоотверженный герой, но не настолько же, чтобы прям без помощи обойтись. Ох ты, еще и в мое место сел. Заключаем форсаж. Чуть-чуть ускоримся. Вот так будет побыстрее. У нас уже не какая-то разведывательная экспедиция. У нас уже просто возвращение на базу. Поэтому нам тут красотами любоваться не стоит. Просто гоним. По марсианской поверхности. Когда вы еще по такой скорости побываете в космосе. Да, ребята? Надеюсь, вы лайк не забыли поставить. Поддержать наших подъявленных героев космических. Балумбоя и кого-то из трех персонажей. Тревора, Майкла или Франклина. Не знаю кто они. Просто лицо закрыто. Поэтому понять не жалко. Все. Выходим на скорость тепля. Опа! Балумбойчик-то как по лунной поверхности скачет. Шаттл не тронут остался. Ну отлично. Заходим на базу. База нас ждет. Так, балумбой. Пойдем. Доложим, что все нормально. Давайте даже пробежимся здесь. Направо. Ох, как у нас шлем-то скачет. С вашего позвонения от третьего лица буду. Это уже, по-моему, настоящий ученый, да. Ох, как он планшет выкинул. Он понял, что я пришел. Короче, здорово. Ты все сделал, короче, с системы в безопасности. Какой-то инженер там попал в беду. Надо его спасти. Ну окей. Окей, спасем что-то. Вот. Ты что у меня пальцем? Пальцем видели, как он в меня тычет? Я, короче, герой уже. Найти инженера. Да без проблем сейчас найдем что. У нас юный сыщик есть. С вами. Так, это не выход. Вот, вот это выход. Балумбой стоял. А где он? Он уже со мной бегает. Сыщик юный. Так, точно. Так, выходим наружу. Опа! Тазик. Нам подогнали марсианский тазик настоящий. Не какую-то подделочку. А именно марсианский. Вот это вот тазик так тазик. Это уже понятно, что это не какая-то подделка. Хьюстон постарался тогда балумбой, а хоть прислал. Поехали потихонечку по лунной поверхности к Катеям. К Катеям опять посмотреть, что же там происходит. Какой-то инженер попал в опасность. И балумбойчик должен его спасти. Что-то балумбой сел почему-то на полу, не на сидушку, а рядом на полу сидушку. Наверное, ему так удобно. Слушай, как говорится, на вкус и свет товарищей нет. Шаттл наш стоит. Да, пустовато, конечно, все это выглядит. Никого нету, никуда не посмотришь. Куда не глянь, точнее, пустота. Камушки красные везде. Песочек красный. Какие-то возвышенности небольшие. Грустная планета и солнце какое-то. Вот прям светит как-то невзрачно. Все покраснело. Так, вот мы видим нашего друга. Он отбивается за какого-то марсианина. Вот марсиан. Большоголовый гад какой, а. Добили мы его? Кто такие вообще? Неужели это марсиане так выглядят? У меня что-то в пузе горит. Чувак, ты живой? Он живой. Привет. Мы его привели домой. Вот это мы красавчики. Он докладывает. Я не мог подумать, что я спасусь, короче. Зеленые человечки атакуют меня. Колония Ларсона что-то там. С английским я не очень плохо, поэтому у меня будет совсем уж вольный перевод такой. Я не надеялся увидеть дорогу, которая меня остановит. Короче, поговорим дома. Все, он вернулся домой. Инженер спасен. Так, езжайте на Европу. Нам предстоит новая космическая экспедиция с вами, друзья. И мы отправимся с вами на Европу. Как вы знаете, Европа это спутник Юпитера. Он по размеру такой же, как Земля. Только единственное... Вроде как даже там атмосфера есть тоже кислородная. Вроде как даже существует теория, что он доступен для... Клононизации, как бы, можно там жить, дышать есть чем. Вот, ну... Ну что ж, мы люди поневольные, конечно. Нам сказали отправиться, значит мы отправимся на планету. На этот Юпитер. На эту Европу. Погнали. Дорога прямо к Солнцу. Летай, друг, вперед. Мы должны преодолеть гравитационное поле Марса, чтобы вылететь в открытый космос. У нас должно все получиться. Ну, давай, не сдавайся. Отлично. Мы преодолели притяжение. Это было здорово. Так, Земля. И где же этот спутник Юпитера? Так, это Марс. Так, вот он, Юпитер. Сейчас пролетим рядом с планеткой Марс еще раз. Полюбуемся красотами этой красной, недружелюбной планетки. И прощай, недружелюбный Марс. Пока Земля. Отдаляемся мы от тебя и летим к самой крупной планете Солнечной системы. Юпитеру. Юпитер. На Юпитер, оказывается, тоже можно сесть. Это мы, наверное, попробуем с вами уже в других сериях. Сейчас нас интересует Европа. У нас задание. Мы люди подневольные. Мы должны выполнять приказы. Точнее, не подневольные, а военные люди. Вот, как я вам сказал, Европа схожа по размерам с Землей. Там присутствует на ней атмосфера. Якобы даже есть кислород. Только вот единственное непонятно, как будет притяжение Юпитера влиять на людей, если они вдруг захотят туда переселиться. Вот, как бы, теорию я слышал, что теоретически там можно людям жить. Потому, что все земные условия там соблюдены. Даже температура в течение суток поддерживается. Единственное, что год будет считаться, не понять, как со скоростью обращения Юпитера. Он, вроде как, около 9 лет поземных обращается вокруг Солнца. То есть, год за 9 идет. Либо будет считаться, когда вокруг оборот, вокруг Юпитера. То есть, типа, люди будут стареть быстрее или дольше, или этого никак не скажется на людях. Ну, в общем, теорий очень много. И космос, конечно же, очень загадочное такое пространство, которое не изучено до конца. Все в основном на теориях и на гипотезах строится на догадках. Это Европа, похоже, какое-то желтенькое блюдечко какое-то такое. Какой-то шарик, я даже не знаю, как его назвать. Как вот сырные шарики делают. Так этот что-то как-то ровненький. Как-то я по-другому его представлял, нежели по снимкам, которые я видел ранее. Спутники Европы. Там какая-то голубенькая с облаками была. А здесь, как говорю, сырный кругляшок. По-другому его не назовешь. Так, все. Приевропиваемся. О, баллонбой с нами. Вот это да. Что такое? Мы должны потушить огонь? Баллонбой. Давай, защищай периметр, раз ты со мной не побежал. Так, 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 так. Нефтяная вышка какая-то. Что это такое? Нам выдали огнетушитель. Ух ты, как-то мы прыгаем. Наверх залезть. Движок туши. Красава. Ох ты! Инопланетяне! Офигеть. Ох, как много-то выскочило. А у нас ракетницы нету. Сволота такая. Так. Баллонбой, давай, 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 давай. Баллонбой, тоже помогай мне. Молодец. Ползет куда-то. Давай в плен кого-нибудь возьмем. Кто-нибудь остался тут? Вот, живой. Вижу одного живого. Ох, это что? Корабль взлетел, что ли? Вот гады инопланетные, а. У меня есть пушка инопланетная тоже. На. На. Вот так тебе. Разломал я ее просто в воздухе. Отлично. Иллюминейтед. Так, почините генератор. Так, оружие можно спрятать. Почините генератор. Что-то мы тут генерируем. Ну, на нефинную вышку похоже. Так, ремонт. Ремонт затеяли. Это что такое? Блин, прямо во время ремонта нас похитили инопланетяне. Смотрите, колдуют над нами. И балумбой летает тут. Колдовские какие-то уродцы. Смотрите, нас куда... Что-то как будто мы на челяде очутились. А кругом эти инопланетяне нас атаковать хотят. Смотрите, что у крюляшков. Вот он секрет инопланетный. Что-то они и на челяде все-таки строят. Вон они бегут. И явно они не хотят с нами дружить. Ой, в скафандрах, которых мы ранее уже тоже встречали с вами на Марсе. На чужих уже никого похожих... Нет, тут какое-то притяжение странное. Я как-то не могу толком управлять персонажем. Как будто прыгать тут можно очень высоко. Во-во-во! Они со всех сторон наши окружают. Смотрите. Не забывай перезаряжаться иногда. Ох ты, как вас много-то, ё-моё. Ох! Чё? Мы опять вернулись на Европу. Хорошо, у меня был парашют. А у Баламбоя, по-моему, нету. Да, он уже там сидит. Вот так. А зачем нам... Европа защищена. Так это была иллюзия? Это была иллюзия просто-напросто, что ли? И чё нам тут теперь делать? Где наш шаттл? Как мы отсюда будем летать? Ой, дела. Баламбоя, тебя чё так скрючило? Ты куда летишь-то всё? Давай уже приземляйся. Я понимаю, что тут лунная поверхность практически. Ну что ж, дорогие друзья, я так понимаю, здесь наша миссия пока что окончена. Что будет дальше, зависит от ваших лайков, комментариев, подписок и вообще вашего интереса, который вы проявляете к моим видосам. Космическое путешествие на Европу заканчивается. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. С вас лайки и подписочка. Продолжение, надеюсь, следует. До новых встреч.